здравствуйте уважаемые зрители и подписчики youtube канала гулагунец вами я владимир осечкин сегодня 4 июля 2024 года и сегодня у нас в гостях наш большой друг всеми уважаемый доктор леонид веленский леонид здравствуйте приветствую вас вновь на нашем канале разу и володя здравствуйте все наши зрители подписчики всех наших замечательных каналов в первую очередь сразу же хочу поздравить владимира с огромным достижением миллион зрителей на канале посвященном такому по замечательному делу как защита прав человека это большое достижение я не знаю ни одного канала с такой тематикой который бы набрал такое количество зрителей все теперь дальше только небо потолок для канала спасибо большое леонид это действительно было сложно канал мы начали вести с мая 2012 года нам уже больше 12 лет это 12 лет упорного труда по защите прав человека и по распространению тогда абсолютно непопулярной немодной темы и для меня это было таким вызовом и мне очень важно было показать людям что мы правозащитники делаем важное дело и в нас важно поддерживать и помогать нам распространять информацию чтобы мы могли быть независимы и не зависеть от какого-либо сми или журналистов чтобы мы могли сразу напрямую рассказывать правду обществу миру ну и да кстати говоря и многие журналисты начали брать информацию из нашего youtube канала сегодня 4 июля это очень важный день для соединенных штатов америки и для вас как для американцы как для гражданина соединенных штатов поздравляю вас и поздравляю всех американцев с этим очень важным праздником одним из самых важных в году и если можете расскажите пожалуйста нашей аудитории потому что у нас люди смотрят нас русскоязычная аудитория из большого количества стран о чем этот праздник и с чем на самом деле я вас и всех американцев поздравляю и с чем поздравлять и независимость от кого она ну как все наверняка знают америка возникла как место куда уезжали из огромного количества стран в первую очередь из британии люди по различным обстоятельствам не имевшие возможности продолжать свободную жизнь в их стране в первую очередь из-за религиозных гонений первыми жителями соединенных штатов америки которые еще тогда не были соединенными штатами были протестанты покидавшие англии в результате религиозных гонений и длительное время британия продолжала сохранять свою власть над соединенными штатами и причем если вы помните были очень тяжелые моменты такие как те партии когда был затоплен британский корабль с грузом чая под лозунгом нету никакого никакого свободы без представительства потому что интересы американцев не были представлены британском парламенте и а британия заставляла американцев платить таксы и тогда возник лозунг но таксейшен но репрезентейшен значит вот было на самом деле все как всегда имеет в основе деньги потому что когда мы платим налоги мы должны быть представлены в том правительстве которого мы их платим и как вы знаете эта проблема существует до сегодняшнего дня поэтому день независимости очень символический праздник это праздник независимости от другого государства это на самом деле у соединенных штатов уникальная история потому что государство которое страна территория и люди которые когда-то платили налоги другому государству по ту сторону атлантического океана сегодня не только твои отвоевали свою независимость но и помогают большому количеству стран в этом и являются как ни крути сегодня самые могущественные самые богатой страной мира помощи от которой ждут те кому сложно и в том числе вот пожалуйста за и за эти годы очевидный пример ситуация с украиной и с противостоянием с путинским режимом точно так же как и я помню начало 90-х ужасная ситуация в россии вновь образованной россии после распада советского союза и тогда огромное количество потоки гуманитарной помощи поддержки кредиты в общем очень многое шло и соединенных штатов хотя об этом сейчас точно не модно и не принято в россии вспоминать вот но это было точно так же как был англис и мощнейшая поддержка европейским союзникам советскому союзу во второй мировой войне которые в россии называют великой отечественной в общем это действительно это важно тогда первые минут 15 тогда больше не про политику а про то а как америка и как вы американцы отмечаете этот праздник что происходит в этот день в этот день происходят парады везде американские знамена везде на улицу выходишь сразу запах барбекю все едят традиционно шашлыки или как в америке называется барбекю парады огромное количество парадов по флориде на лодках везде на машинах по всем улицам люди с флагами на каждом доме вывешен американский флаг в этом году практически ситуация настолько сложна политическая опять не про политику что все 4 июля отступила на задний план поверите или нет все замерли по всем телевизором по всем каналам обсуждают один вопрос что будет дальше потому что страна замерла такой ситуации мы просто не припомним в истории соединенных штатов аналогов нет как говорится ну то есть хорошо тогда если мы в сторону политики из на просто чтобы закончить с днем независимости я буквально минут 40 назад сделал репост открываю фейсбук а там марк цукерберг в белой рубашке в пиджаке на серфе на волне в одной руке банка предполагаю наверное это пиво может быть лимонад на скорее всего пиво в другой американский флаг и в общем это на волне и под музыку но это общем к это круто и это настроение чувствуется я сначала сделал репост репостного его как красавчика который серфит а потом а потом я вспомнил что сегодня 4 июля и у нас с вами как раз я в общем подумал что мы с этого тогда и начнем я согласен с вами по поводу вашей оценки вот этой ситуации того что это очень сложный исторический период для соединенных штатов и для большого количества других стран которые так или иначе зависит от политики соединенных штатов и это действительно такая веха реперная точка после которой вот после ноябрьских выборов могут произойти какие-то знаменательные события со знаком плюс или минус для той или иной силы в мире если можете расскажите пожалуйста вот вам как гражданину сша как налогоплательщику как воспринимается эти события не через призму вашей поддержки кого-то за океаном а именно вот с точки зрения вот быта человека который большую часть жизни прожил в америке те которые лечат американцев кто платит налоги в соединенных штатах как вы воспринимаете как вам ощущается это что в воздухе витает в воздухе витает шторм надвигающаяся гроза и я бы назвал это даже не угрозу не грозой а циклоном или каким-то стихийным природным явлением что происходит в двух словах президентство байдена держалась на той идее что он вполне сохраняет свои физические психические возможности управлять государством что сюда входит в управление государством настоящий момент американское государство представляет собой жонглера который пытается жонглировать 20 мечами разного размера например внутри экономический шар инфляция огромное повышение цен на все продуктовая корзина повысилась на 40 процентов граница совершенно просто а а огромное количество мигрантов беспрепятственно проходит через границу что дальше происходит мигранту дают 100 тысяч долларов карту дебетную телефон и говорят ваш кейс открыт вам предстоит явиться к нам через 45 месяцев это в лучшем случае а в худшем это может быть 6 и 8 затем этого мигранта помещают гостиницу и он там живет неопределенное время до суда процент мигрантов появляющихся на суд 18 процента 82 процента 82 процента пропадают это еще один мяч далее промышленность находится в критическом состоянии из-за огромных повышений цен на бензин как мы все понимаем цены на бензин отражаются в любой цене почему это происходит как только байден пришел к власти он отменил все те ограничения регулирования которые были введены предыдущим президентом на 40 процентов снизилось производство нефти в соединенных штатах прекратились поставки нефти из дружественной канады по трубопроводу огромное количество проблем теперь перейдем к международным это только грубо я описал проблемы внутри государственные внешне государственные украина россия израиль хамас будем говорить иран израиль лебанон сейчас у них поднимается опять еще одна сила дальше китай и тайвань огромные проблемы почему вдруг такое количество международных проблем потому что когда кошка из дому мыши празднуют а кошка в настоящее время настолько занята внутренними проблемами и своими проблемами своего кошачьего здоровья что ну невозможно управлять практически основной шок который испытали американцы после дебатов был шок осознания того что практически мы не понимаем кто нами руководит был опубликован рабочий распорядок дня президента и сказали что он и мы имеем доступ к президенту с десяти утра до четырех часов дня шестичасовой рабочий день за последние три года президент байден примерно около двух лет только был доступен целый год составили его каникулы большую часть времени он сейчас проводит даже не в белом доме а в своем поместье в Делаверн штате поэтому американцы американская пресса создавала иллюзию того что все идет нормально несмотря на все проблемы с внешней политикой но если вы помните первые звоночки стали появляться когда президент байден к сожалению во время посещения G7 и во время посвящения празднования Дидей был настолько как бы вне себя некоторое время отошел от группы повернулся в другую сторону итальянский премьер-министр был вынужден его привести обратно пытался сесть на какой-то несуществующий стул во время празднования и я говорю об этом совсем не со злорадством большинство американцев испытывают вполне понятное человеческое чувство жалости к нему я вам объясню почему потому что американцы не живут более в так называемой вот семье которая состоит из трех поколений мы уже больше не живем с родителями которые испытывают большие проблемы продолжительность жизни сильно увеличилась и сильно увеличилось количество заболеваний альцхаймер деменция и у нас у всех есть в семье мы знаем таких людей и это это трагедия человеческая и нам просто больно смотреть как жена президента которая является доктором педагогических наук но требует что все ее называли доктор Байден и она его буквально вот ну настолько управляет им я не знаю все ли смотрели но огромное количество снимков как после дебатов она помогает ему буквально спуститься по ступенькам мы все настолько ему сочувствуем я даже просто не представляю причем я же контактирую с огромным количеством людей и они меня как доктора все спрашивают доктор скажите мне что происходит какое у него заболевание и я им всем пытаюсь объяснить что слушайте наверняка у него нет альцхаймера он не выглядит как альцхаймер пациент но у него деменция которая в сочетании с другими неврологическими проблемами вот эта поза его напряженная во время дебатов его полуоткрытый рот и блуждающий взгляд на это просто больно смотреть я не испытываю никакого злорадства абсолютно и также подавляющее большинство американских зрителей и американских граждан но возникает вопрос я очень хорошо помню когда я работал в госпитале у нас в госпитале бывали ветераны просто вот человек закончил свою трудовую жизнь и добровольцем работает в госпитале помогает возить на каталках больных какие-то делает вещи такие простые и люди считают чувствуют себя лучше и когда один из таких добровольцев вдруг начал проявлять вот такие вот точно такие же признаки как у нашего президента к нему моментально все настолько с доброжелательным отношением подошли и как бы проводили его со всеми почестями ну вы поймите что любой президент любой компании если бы он был увиден в такой ситуации как во время дебатов был бы немедленно бордом директора директоров уволен с почестями проводили бы его на заслуженный отдых но к сожалению у нас нет борда директоров у нас есть так называемая 25 поправка но к сожалению эта поправка во первых никогда не использовалась она была создана для защиты когда президент становится невозможным невозможным исполнение им своих обязанностей и в этом 25 поправке указан порядок а порядок вот какой члены кабинета министров президента должны единогласно проголосовать и предъявить ему вот такое требование покинуть свой пост степдаун и тогда автоматически в должность вступает вице-президент у нас вице-президент появляется Камала Харрис и есть также большие проблемы с признанием ее вице-президента потому что Камала Харрис никогда в жизни не занимала никакой выборной должности эта компания выборная в которой она выступала вторым номером была ее первой в жизни компании она является юристом по образованию она занимала должность главного прокурора штата Калифорния на эту должность ее порекомендовал очень влиятельный политик в Калифорнии с которым она состояла во внебрачных отношениях у него была жена в это время она была одинокая женщина но эта история достаточно широко известна ничего в этом тоже отдельно ничего страшного в этом нет люди входят во внебрачные связи но если ты являешься политиком и как бы пытаешься произвести впечатление ну почти что святого человека то это не воспринимается правильно поэтому кроме того вице-президент Камала Харрис известна своими очень такими выступлениями в которых она иногда очень беспричинно смеется жестикулирует поэтому нету большого чувства что она может адекватно исполнять обязанности президента у нее полностью отсутствует внешне политический опыт но она была избрана потому что она является женщиной она является женщиной не белой она по предсхождению не афроамериканка но у нее есть корни индийские корни короче говоря она меньшинство она женщина и именно это случило причиной почему она была выбрана в качестве вице-президента второй причиной не такой может быть явный было нежелание байдена иметь конкурентного вице-президента находясь в таком сложном положении в отношении здоровья чё байден не хотел иметь вице-президента который бы составлял очень непонятный и нехороший контраст с ним на публике вот такая ситуация но что же теперь происходит дальше что будет дальше всех волнует вопрос есть разные варианты сценариев их очень много но важнейшим вариантом важнейшей проблемой является проблема юридическая через шесть недель в Чикаго откроется съезд демократической партии на котором Джо Байден должен быть утвержден в качестве претендента что это означает в результате праймарис он получил 90 процентов голосов выборщиков и выборщики все принадлежат именно президенту они не могут голосовать ни за кого другого существует сценарий в котором будет разглашен так называемый открытый съезд на котором будут выставлены новые кандидаты но для этого президент Байден должен заявить о том что он отказывается от участия в президентской гонке но президент Байден и вся его семья собрались вместе на празднике Дня Независимости и они все обсуждали это пришли к выводу что ничего страшного у каждого бывает плохой день у каждого может быть простуда у каждого было напряженное путешествие он путешествовал на G7 он путешествовал на празднование D-Day вторжение американских войск в Европу это действительно но но перед этим перед дебатами он взял отдельно 13 дней и нигде не появлялся готовился к этим дебатам тоже ничего страшного нету это нормальный человек мы все понимаем что дебаты это отдельная сложная вещь нет телепромптера нет никаких нету публики потребования у нее СНН не было микрофоны отключались СНН пыталась создать наихудшие условия для президента Трампа поскольку СНН абсолютно известно как давний демократический источник информации и президент Трамп пользовался нелюбовью обоих ведущих но как было нам всем удивительно видеть они совершенно не проявили никакой предвзятости к Трампу и не были совершенно нейтральны как это могло случиться все сходятся в том что руководство СНН дало твердые указания никаких предпочтений откуда исходило это указание ну в демократической партии не так как в републиканской существует очень стройная система власти и вертикаль власти существует кто же находится на верхушке вертикали власти демократической партии на верхушке власти демократической партии находятся два клана клан Обамы включая Мишель Обаму жену его и клан Клинтонов куда входит президент Клинтон госпожа Клинтон и другие бывшие участники президента Обамы администрации такие как Аксель Род Плауф и другие люди которые стояли за сценой во время президентства Обамы двух сроков и которые все еще находятся на сцене президента Обамы вот такой очень сложный юридический процесс что тоже можно сделать если можете если можно буквально два хотел комментарии от себя добавить по поводу CNN как вы говорите что там руководство CNN дало указание двум журналистам ведущим дебаты быть объективными и беспристрастными я бы хотел сказать пару слов в защиту CNN потому что мне в жизни довелось несколько раз сотрудничать с разными журналистами CNN это всегда были специалисты которые пытались очень дотошно собрать весь материал перепроверить его один раз мы делали очень большой материал об отправке из России заключенных на войну и там даже департамент фактчекинга CNN подключался к этой тематике то есть я бы хотел сказать что я не для себя не не видел ранее никаких предпочтений я за все это время вот сколько я лично сталкивался с CNN видел что они действуют насколько вообще это возможно максимально объективно и очень профессионально очень профессионально они работают вот поэтому здесь мне думается что они просто провели дебаты потому что они большая крупная телекомпания которая может себе позволить объявить дебаты да я посмотрел дебаты конечно же я схитрил и в отличие от вас я смотрел дебаты с переводом потому что мое знание английского языка не позволяло мне уловить всех деталей там споров дискуссии колкостей допускаю что я смотрел не самым лучшим переводом я нашел в ютубе на русском языке и если позволите я хотел бы здесь сказать что я сначала прочитал огромное количество возмущений по поводу выступления байдена и по поводу там процентов там какое количество доверия или там поддержки приобрел господин трамп но когда я смотрел я хочу немножечко сказать в защиту господина байдена не нападая на трампа что в целом он держался возможно то что я смотрел в переводе что-то было вырезано но большая часть того что я смотрел я видел что он отвечает на вопросы он очень адекватен он очень стоит крепко на своей позиции было не похоже чтобы он много раз там терялся да возможно еще раз как бы там простуда усталость перелеты а действительно и встреча семерки и полеты через океан на празднование восьмидесятилетия высадки войск в нормандии это все конечно тоже могло каким-то образом сказаться и плюс стресс но в целом он отвечал очень адекватно и многое я наверное поддерживал и разделял его точку зрения он был очень убедителен и я совсем не понял даже вот этой волны какой-то которая разразилась по поводу того что ужас ужас он не он не в себе он не понимает что он говорит он очень много сказал здравых вещей и я в любом случае рекомендую всем кто так или иначе там кому эта тема интересна посмотреть это все во-первых в первоисточнике на cnn на английском языке но если у вас английский вы им не владеете или владеете не очень хорошо и не понимаете в ютубе можно найти запись дебатов с переводом на русский язык и в целом еще раз как бы я не увидел что там было какого-то там провала или какого-то кошмара как это начали подавать вот это мое мнение Володя поверьте мне это был шок я вам объясню почему даже видеоряд сам по себе даже если смотреть на все это просто вообще выключить звук и смотреть вот полуоткрытый рот замерзшая мимика взгляд направленный совершенно никакой аудитории там не было но Леонид чуть-чуть подискутируем потому что я все время с вами обычно соглашаюсь и я вас безмерно уважаю я приветствую всегда любые дебаты да но вот здесь здесь у нас будут дебаты дебаты о дебатах а что конкретно вам как гражданину США не понравилось что в чем сказанным Байденом вы могли бы увидеть с его стороны очевидный там обман или вот это фаталити связанное с ужас ужас он не контролирует себя и он не понимает что он несет вот какой конкретно ответ вам два факта два факта Байден заявил что в период его правления ни один американский солдат не умер факт-чекинг был произведен и умерло 13 человек в Афганистане и есть видео где Байден присутствует на их захоронении на Арлингтонском кладбище и еще тогда были огромные претензии потому что во время этого церемонии захоронения он постоянно смотрел на часы как будто у него какой-то там спешка ужасная и вторая группа была убита четыре человека были убиты в результате бомбежки Ираном базы американской то есть итого семнадцать человек он сказал что ноль ну это очень это очень серьезно для американских зрителей второй факт да он заявил что Трамп оставил ему ужасную разруху в экономике и инфляция девять процентов факт чеки инфляция после Трампа была один запятая восемь десятых процентов Байден сказал что она была девять в шесть раз он много раз кроме того самым важным было то что он его слова не имели никак его ответы никак не были связаны с вопросами Трампа вот если вы помните в конце он сказал We finally got Medicaid вопрос был вообще не об этом и я вам серьезно скажу это был шок потому что все люди увидели что он просто некогерентен как это называется инкохерент это было самым большим шоком даже факт чекинг никто не проводил потому что ну это было beyond факт чекинг это было его поведение и с точки зрения факт чекинга давайте справедливости ради будем говорить когда они спорили с господином Трампом каждый из них что-то где-то прибавлял в свою сторону преуменьшал достижения оппонента нахваливал себя и с точки зрения колкости и нападок здесь мне кажется чемпионом стал в той дискуссии господин Трамп который весьма старался принижать своего нет нет Трамп вел себя необычайно сдержанно это все подчеркивают это был совершенно необычный Трамп кроме того если вы помните после одной фразы ведущий спросил Трампа что вы ответите на это и Трамп сказал я не понимаю что он сказал в последнем предложении и я думаю что он и сам не понимает это вот так дословный перевод того что сказал Трамп но мы можем с вами поверить статистике и я хочу привести очень интересный сайт потому что вот все эти полы эти вопросы общественного мнения они конечно полезны но они не отражают мнение настоящих простых американцев так называемых а вот есть такой сайт который называется полимаркет что такое полимаркет полимаркет это сайт на котором все люди имеют возможность сделать свои ставки вот как будто это ипподромный бег на лошадях попробуйте найти этот сайт он называется полимаркет 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 dot com и там огромное количество информации очень интересно я провел на нем может быть час и нашел такую информацию кто победил в дебатах 72 процента победил Трамп 28 процентов победил байт я видел эти цифры во многих опросах да ну цифры везде одинаковые но в обычных вопросах может быть ошибка так сказать зрителя а вот на полимаркете там это просто как бы ну это экономическая вещь люди делают свои ставки поэтому они искренне высказывают свою проблема с вопросами заключается в том что иногда вопросы поставлены не совсем корректно а во вторых люди боятся высказать свое мнение чтобы не выглядеть нехорошо а вот когда ты ставишь свои деньги это хорошее дело вот например я могу привести я распечатал очень большую хорошую подборку с этого полимаркета кто будет следующим французским прайм министром премьером первая буква б вторая Джордан Барделла на втором месте 33 процента вероятности на первом месте просто любой из новая популярный новый популярный фронт это Макрон да это Меланшон и Макрон они сейчас обсуждают там там идут 49 процентов еще один из популярного фронта на втором месте Джордан Барделла с 33 процентами Валерия Роболт 10 процентов совершенно не знаю кто такая какая партия выиграет больше всего в французской выборах партия на первом месте национальная ралли 98 процентов и дальше с одними процентами идут все республиканцы дальше очень интересная информация какова вероятность прекращения огня между Россией и Украиной до октября месяца 11 процентов и это результаты ставок живых дальше какова вероятность того что Израиль выведет войска из газы до сентября месяца 14 процентов то есть очень реалистические оценки а теперь посмотрим на эту две таблицы демократический и кто будет выдвинуть претендентом от демократической партии Джо Байден 44 процента Камала Харрис 37 процентов другие включая Грету Виттмер 9 процентов Мишель Обама которую так широко продвигают некоторые демократические активисты 7 процентов Гавин Ньюсом губернатор Калифорнии 5 процентов вот такие результаты и причем это не опросы общественного мнения это опросы американцев которые ставят деньги на свое решение теперь самая интересная таблица если можно Леонид чуть чуть назад потому что иначе не входит ближе ближе к вам если можно вот подальше вот подальше к себе вот так вот только так да отлично так мы видим президент Трамп 64 процента Камала Харрис 12 процентов Джо Байден 12 процентов Мишель Обама 6 процентов другой демократический политик 5 процентов и даже ниже другого демократического политика Гавин Ньюсом калифорнийский губернатор 2 процента Роберт Кеннеди Джуниор 2 процента вот такие и это не политические исследования которые проводятся полстерами различных парт теперь давайте немножко обсудим этот список какой есть но перед этим должен сказать что те деньги которые принадлежат сейчас Байдену вернее его компании в том случае если Байден выйдет из гонки эти деньги автоматически переходят угадайте к кому его напарнику по забегу Камале Харрис то есть чтобы решить денежный вопрос любой другой участник кроме Байдена и Харрис должны пройти через горнило демократического открытого съезда а что такое открытый съезд это опять будут выборы опять будут но это будет уже ни в коем случае не Праймарис они не будут иметь такого политического веса как Праймарис потому что никакой предварительной подготовки не проводилось и те люди которые хотят продвинуть своих кандидатов на открытом съезде демократической партии имеют очень различные цели как например левое крыло демократической партии будет абсолютно пытаться продвинуть Сандерса который участвовал на предыдущих Сандерс не имеет ну просто никаких шансов ну во первых начнем с того что он такого же возраста как и Байден во вторых он перенес три операции по шунтированию сердца ну короче настолько в демократической партии произошел такой разброд и шатание что этот съезд не будет выглядеть очень хорошо в связи с этим и таким сквалом вся пресса полна гаданиями и попытками предсказать будущее вот это просто просто больно смотреть все две две от меня такие небольшие ремарки дополнения ну во первых я уверен что если наш с вами общий знакомый капитан первого ранга посмотрит 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 первые 35 минут наших с вами дебатов о дебатах он точно меня если до этого он пытался меня записать в людей которых поддерживают там демократы какие-то фонды связанные с демократической партией то он видимо после этого получит какие-то подтверждения этому но поэтому пользуюсь случаем нашему уважаемому гарри если он будет это смотреть что он понимал что я обещаю там слово даю никогда никакие фонды связанные с республиканской партии или демократической партии в соединенных штатах нас не поддерживали по крайней мере впрямую чтобы мы это видели где-то ощущали какую-то копейку доллар какой-то длинный или средней длин длины нам не приходил буш не высылали вам нет ничего как бы в вашингтон ни разу не приглашали там и так далее то есть приглашали на разборки я просто я просто с учетом того что нападок было очень много на господина байдена а то что я посмотрел своими глазами без нападок в дебатах меня во многом убедило в том что это адекватный политик который отвечает за свои слова за свои действия он действительно огромное количество он большую часть своей жизни он в политике это невероятно опытный другой вопрос почему так получилось почему так получилось что выборы известно а почему пресса скрывала его реальное состояние здоровья нет у меня другой контр вопрос и здесь уже гарри табах если посмотрит он сразу уберет все вопросы что я там якобы почему вы дебаты и выборы в 2024 году выборы президента Соединенных Штатов Америки одной из самых может быть самой могущественной страны в мире похожи извините на выборы папы римского мне это никогда не было понятно в полном смысле почему все папы римские то есть вот при моей жизни их очень много уже было их выбирают идет белый дым нам рассказывают и через какое-то количество лет это очень быстро трагическая новость и опять выборы из очень очень пожилых то есть почему если уж если уж извините да почему людям в возрасте как бы такое доверие таких постов и почему дискриминация нас молодых почему молодые не могут быть какими-то очень ну может быть это связано с половой функцией или еще с чем-то я сейчас без юмора говорю уж извините как бы но я просто не понимаю ну ладно сейчас про папу римского пусть католики не обижаются я просто действительно некоторые говорят что над белым домом уже появляется какой-то белый дымок да да вот и здесь я смотрю на дебаты одному кандидату 81 другому кандидату в президенты 78 вот ну участнику дебатов и я смотрю я сейчас скажу глазами не специалистов политики вот как обычно обывательский взгляд но огромное количество очень сильных например актеров в голливуде очень известных которых любят по всему миру и которые могут приезжать в разные страны и люди готовы их обожать носить на руках и так далее там начиная там с миссии невыполнимой и так далее и вообще не с ними ты понимаешь ну как бы или там в их интервью ты понимаешь что это на самом деле очень рассудительные и очень хорошие позитивные люди которые сами себя сделали сделали свою карьеру и заработав огромное количество денег стараются делать много важных добрых дел ну я сейчас говорю обывательски был например в политике и тот же самый Арнольд Шварценеггер мистер Олимпия мультимиллионер может быть даже не знаю миллиардер или мультимиллионер но очень богатый человек который пришел в политику очень многое что сделал как мне кажется крутого за всю свою жизнь и он точно в хорошей форме но правда тоже сейчас приближается по возрасту наверное к нашим двум людям которых мы с вами обсуждаем но тем не менее в общем непонятно почему такая большая страна в которой живет более 200 200 миллионов американцев в которых есть и драйвовый Нью-Йорк с Уолл-стрит и Калифорния с Голливудом и в то же самое время там Кремниево или там Силиконовое Silicon Valley где огромное количество очень умных людей которые делают суперпроекты благодаря которым в том числе и нас с вами прямо сейчас уважаемые подписчики и зрители смотрят кстати говоря кто прямо сейчас смотрит нас пожалуйста поставьте лайк и по возможности подпишитесь на канал ГУЛАГУНЕТ на канал доктора Веленского потому что ну было бы круто если бы было у нас два ютубера здесь там с золотой кнопкой поэтому в общем помогайте Леонида Веленского догонять ГУЛАГУНЕТ подписывайтесь на его канал ссылка в описании и в первом комментарии догонять ГУЛАГУНЕТ да на канал Леонида Веленского да чтобы у канала Леонида Веленского тоже сначала серебряная кнопка появилась а потом может быть и золотая потому что вообще доктора спасают жизни ну в общем возвращаясь к истории вопроса ну огромное же количество есть в Америке талантливых успешных людей почему так сконструирована политическая система сегодня почему это сконструировали люди в Америке что 78 и 81 это так нужно это такие законы жизни нет давайте пройдемся по списку реальность есть реальность и у нас на самом деле вот смотрите мы говорили про Сандерса ему 81 год тоже давайте посмотрим на возраст политиков которые находятся в этом реальном списке Камала Харрис 52 года Гэвин Ньюсом около 50 Гретчен Витмар которая губернатор штата Мичиган 52 года Мишель Обама 60 лет они все находятся в расцвете политического возраста если мы посмотрим на другую скамейку на скамейку республиканцев то там тоже полно людей которые могут быть уже претендентами Рон де Сантис губернатор Флориды Рубио Марко Рубио сенатор полно людей нормального возраста но почему-то почему-то выдвинут человек который я вам скажу в чем секрет Трампа если вы хотите узнать секрет Трампа в том что он не политик до 1916 года он вообще политикой не занимался и поддерживал как демократическую 2016 года да видите я уже как Байден начинаю заговорить значит до 2016 года он поддерживал обе партии и это очень характерно для крупных бизнесменов они стараются равномерно поддерживать не складывать все яйца в одну корзину и поддерживать демократическую и республиканскую партию кроме того особенности сложившегося государства в Америке сейчас у нас существует так называемый дип-стейт что такое дип-стейт дип-стейт это средний уровень бюрократии скажем так средне-верхний и разница в том что эти люди не выборные они не выбираются а назначаются поэтому когда приходит новая администрация меняются только наверняка выборные люди многие выборные если позволите буквально вы продолжаете я отключу у себя микрофон мне срочный правозащитный звонок но мы с вами продолжаем пожалуйста я вас внимательно буду слушать и просто у себя микрофон отключу конечно и все это приводит к тому что средний и средне-высший уровень бюрократии переполнен людьми которые являются профессиональными бюрократами и они на самом деле их позиция совершенно не меняется от их принадлежности к партии и существуют такие так называемые также рино республикан и name only республиканец только по названию которому самое главное достичь уровня власти в сенате в конгрессе или на бюрократических позициях но они совершенно не чувствуют что они должны отвечать перед своей партией к сожалению эта ситуация повлияла на состав бюрократии двух самых важнейших силовых структур Соединенных Штатов это Центральное разведывательное управление CIA Central Intelligence Agency и ФБР Federal Bureau of Investigation Федеральное бюро расследования и это привело к тому что появились совершенно случаи использования законов политических целях как мы все знаем президент Трамп был совсем недавно осужден по 34 пунктам обвинений в неправильном документировании своих выплат которые были предназначены для того чтобы заставить замолчать женщину которая предъявляла ему претензии как вы все знаете вы все знаете эту историю почему 34 пункта а вот потому что транзакции денежные производились мелкими суммами и они все составили 34 транзакции так вот прокурор штата Нью-Йорк превратил все эти 34 транзакции каждую в отдельное преступление потому что это лучше звучит и поэтому эти все 34 преступления на самом деле являются одним и даже не преступлением а то что называется мисс де минор нарушение и даже уже по этому поводу срок давности прошел но к счастью недавно совсем Верховный суд Соединенных Штатов выпустил постановление в котором говорится о том что президент как настоящий действующий президент так и бывший пользуется правом неприкосновенности иммунити то что называется которая покрывает огромная часть его действий в должности президента а вне должности президента покрывается тоже какое-то количество но не такое большое на что это повлияет это повлияет на исход трех как минимум процессов которые были открыты против президента Трампа процесс по делу вот этих тридцати четырех неправильных платах также процесс о том что в штате Джорджия был открыт процесс в связи с тем что якобы президент Трамп пытался повлиять на решение относительно выборов в Джорджии и еще один процесс был открыт по поводу держания президентом Трампом документов в его резиденции Мар-Лаго которая расположена во Флориде были найдены FBI Федеральным бюро Инвестигейшн секретные документы которые на самом деле были полусекретными но FBI разложила прямо на них во время рейда который происходил с участием автоматчиков до зубов вооруженных в масках как это делается в фильмах Mission Impossible и моментально были разложены поверх документов желтые таблички с надписью совершенно секретно что является явным нарушением со стороны ФБР но все эти процессы на самом деле будут полностью подпадать под правила которое было оглашено Верховным судом и которое предоставляло президенту Соединенных Штатов иммунитет против подобного рода обвинений поэтому все эти процессы на самом деле уже являются проигранными так вот возвращаясь к нашему съезду открытому съезду демократической партии открытый съезд демократической партии будет очень серьезным нарушением самих принципов демократии потому что в ходе демократического съезда люди активисты демократической партии будут пытаться воздействовать на результат выборов в пользу тех людей которые даже не входят в этот основной список который я вам перечислил и в который входит Камала Харрис вице-президент Соединенных Штатов Гэвин Ньюсом губернатор Калифорнии Гретчен Витмар губернатор штата Мичиган и Мишель Обама которая никаких официальных политических должностей никогда не занимала являлась первой леди Соединенных Штатов а перед этим самый серьезный пост на котором она работала была юридический консультант в крупной медицинской компании которая занималась представлением интересов пациентов таким образом мы видим что этот демократический съезд будет исключительно сложным мероприятием и сейчас все руководящие деятели демократической партии очень серьезно озабочены тем чтобы привести в какой-то порядок предстоящий съезд но основное решение как вы понимаете зависит от Байдена на которого сейчас оказывается исключительно серьезное давление и от кого бы вы думали исходит это давление это давление исходит от демократической прессы которая всегда на девяносто восемь процентов была поддерживала Байдена и все пытаются понять что же происходит никаких реальных объяснений кроме того что им была дана команда самого верха демократической партии у нас нет я прошу прощения мне вынужден извиниться перед вами и перед нашими зрителями что я так на две минуты отключался просто у нас человек человека освободили только что там из депортационной тюрьмы предоставив ему право въезда в одну из европейских стран для запроса политического убежища международной защиты и со мной как раз сейчас связывались сотрудники этой депортационной тюрьмы и красного креста и обсуждали вопросы куда этот человек сейчас направится как какую помощь ему сейчас оказывать и какую помощь будет оказывать ему New Dissidence Foundation и ГУЛАГу нет в общем такой рабочий момент сейчас переключил на коллег этот вопрос еще один вот так вот вынужденно человек диссидент из России уехал без имен конечно же потому что в общем не будем генерировать этому человеку новые риски но новость хорошая на самом деле что в Европе принято решение о том чтобы впустить еще одного человека который прилетел транзитным рейсом свалился как снег на голову потому что находится в ситуации посадки в тюрьму по сути дела да и пыток и принуждение его к отказу от его убеждений от его антивоенной антипутинской позиции так что в общем что можем то делаем и не только мы но и конечно же европейские страны делают гораздо больше мы лишь просто публично сопровождаем те или иные кейсы с нашими адвокатами юристами да леонид я внимательно слушал и слышал вас и просто прошу прощения продолжайте пожалуйста значит центр дискуссии на самом деле сейчас медленно но неуклонно перемещается в другую совершенно зону и зона эта настолько же важна сколько и президентские выборы это вопрос о том каковы будут результаты выборов в конгресс и в сенат потому что эффективность действующего президента в значительной мере зависит от того какой поддержкой он пользуется в конгрессе и в сенате на настоящий момент республиканцы обладают минимальным преимуществом в 6 голосов в конгрессе и очень нестойким 50 на 50 причем голос вице-президента Камалы Харрис является решающим и поэтому конгресс не может принять сенат не может принять никаких решений которые будут утверждать и поддерживать решения конгресса так вот на сегодняшний день по всем выводам ведущих политических образов обозревателей а также всех организаций которые исследуют общественное мнение выглядит так что и конгресс и сенат в результате предыдущих выборов перейдут в руки республиканцев а это на самом деле это самый страшный самый страшный вариант для демократической партии почему же выборы и позиция президента так влияет на выборы ну вот посмотрите например возьмем такие серьезные штаты свингстейтс которые могут голосовать и в ту и другую сторону как тот же самый Мичиган Вискансин все местные кандидаты от демократической партии сейчас пытаются отмежеваться от Байдена более того они находятся в полной непонятности и неизвестности того кто будет представлять партию а все взаимоотношения между отдельными членами демократической партии являются исключительно сложными потому что в отличие от федерального уровня интересы на выборах в конгресс от штата и на выборы в сенат от штата очень четко отражают те проблемы которые имеет конкретный штат как у нас говорят в Америке вся политика на самом деле является местной политикой потому что для чего ведутся все эти выборы для того чтобы политические деятели влияли на конкретные проблемы конкретного штата как например будут ли открыты или закрыты нефтяные месторождения будет ли возобновлена производство сланцевого газа будут ли сняты ужасающие ограничения на использование например предлагается запретить американцам пользоваться газовыми печами дома предлагается ввести обязательную покупку электрической машины после после 2030 года осталось совсем недолго в то же время электрические автомобили не зарекомендовали себя хорошо и это еще одна большая проблема короче говоря экономика очень чувствительно к политическим решениям и это с одной стороны хорошо но это накладывает очень серьезные серьезное влияние на политические процессы и поэтому демократическая партия столкнулась с многоуровневой проблемой и сейчас она находится на очень трудном перекрестке все гадают что же произойдет через шесть недель на съезде демократической партии два коротких вопроса Леонид первое на прошлых выборах когда победил господин байден демократ ему было лет ему было 81 минус 4 77 на один год меньше чем сейчас господину трампу момент выборов у господина байдена наблюдались ли какие-либо предпосылки какие-то симптомы которые вы сейчас наблюдаете вот на тех выборах четыре года назад и будучи врачом я могу вам сказать просто вот наблюдая человека что эти предпосылки были но они были тщательно скрыты от нас с помощью той же прессы и Карин Джон Пьер печально известная пресс-секретарь Белого дома просто последнее ее интервью напоминала ситуацию на русско-украинском фронте она отбивалась совершенно совершенно героически но ушла после последний вопрос даже не было отвечен потому что вина на самом деле лежит на сотрудниках Белого дома это они покрывали президента это они не давали ему встречаться с журналистами которые могли поставить его в серьезную ситуацию и вот сейчас все ожидают завтра состоится интервью журналистов по фамилии Степанопулас он является бывшим функционером администрации Обамы после того как президент он ушел с этой позиции он является телеведущим в компании ABC по-моему но он достаточно известный журналист и вот в пятницу будет его интервью не в записи это будет прямое интервью часовое и вот огромное значение имеет то как Байден пройдет это интервью хотя уже раздаются голоса на самом деле не только о том чтобы его снять чтобы он снялся с выборов но о том чтобы ввести серьезно двадцать пятую поправку в дело и это на самом деле является тем механизмом которым закулисно угрожают руководители демократической партии Байдену они говорят ему что если вы хотите уйти тихо и с почетом давайте это сделаем если нет к вам будет применена двадцать пятая поправка вот такова ситуация реальная я просто к чему задают этот вопрос задавал к тому что через три года господину Трампу будет восемьдесят один и он будет еще президентом Соединенных Штатов Америки и никто не дает гарантии что через три года у господина Трампа не будет аналогичных проблем тому что есть у господина Байдена и это будет аналогичный возраст с аналогичными рисками да но президент Трамп только недавно прошел два так называемых когнитивных теста и он прошел их совершенно блестящими результатами в то время как самым серьезным вопросом который обсуждался на этой пресс-конференции был почему президент байден отказывается пройти такой же когнитивный тест который сразу даст нам ответ на вопрос может ли он являться действующим президентом Соединенных Штатов да да я здесь прошу прощения я говорил о том что президент байден отказывается пройти когнитивный тест а президент трамп прошел два из них совершенно блестящим результатом окей но тем во время ралли президент трамп практически не пользуется телепромптором он ведет простую обычную беседу окей ну я думаю что мы про состояние здоровья и про мы это хорошо проговорили все тем не менее как бы да я вижу риски и у господина трампа что риски есть у всех а вот мне 78 лет если постучим по дереву у меня пока что нет никаких медицинских проблем я не принимаю никаких лекарств и вроде бы вроде бы пока что нахожусь в здравом состоянии психическом в намного более здравом состоянии и ментальном и психическом чем большое количество моих сверстников в россии которые сейчас абсолютно многие многие не все но многие поддерживают вот все эти ужасы войны и диктатуры но это ладно сейчас я сейчас не про это говорю я я хотел сказать если позволите теперь вот про внешнюю про внутреннюю политику мы с вами хорошо обсудили и про дебаты о дебатах я да давайте проговорим про внешнюю политику потому что скажу одну вещь владимир дайте мне вопрос дайте мне ответить на один вопрос свой собственный а мы посмотрим понравится вам это или нет конечно мой вопрос к самому себе является следующим доктор беренский скажите пожалуйста трамп многократно заявлял что он уладит украинский конфликт в течение первых двух месяцев даже не с момента вступления в должность а после избрания после того как он станет тем что называется президент-элект или выбранный президент трамп сказал что у него есть план но никому конечно он совершенно правильно не говорит об этом плане так вот я вам предлагаю я совершенно точно знаю его план и если вы Володя обещаете мне никому не рассказывать я вам сейчас с вами им поделюсь конечно 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 обещаете значит никому ну я конечно я лично никому рассказывать не буду вопрос в том дадут ли такое же аналогичное обещание наши уважаемые подписчики и зрители значит смотрите президент байден президент байден многократно встречался с президентом зеленским он практически не встречался с момента начала войны ни с одним серьезным российским политическим деятелем хотя на бэкграунде проходят переговоры и переговоры проходят в основном на уровне директора CIA который уже вел переговоры в России если вы помните с Патрушевым и эти переговоры проходят постоянно так вот президент Трамп поставит перед президентом Путиным я не назвал бы это ультиматумом но он даст ему различные варианты развития событий вариант первый мы прекращаем все военные действия немедленно это является первым и основным условием а дальше возможны следующие варианты вы отводите свои войска на границе довоенные судьба Донбасса будет Донецкой и второй этой области будет решена да Донецкой области и этой второй как она Луганская Донецкая и Луганская области будут решены ЛДНР и ЛНР будут решены в процессе переговоров после окончания прекращения огня и отведения войск на позиции за исключением Донецкой и Луганской области судьба Донецкой и Луганской области будет решена позже судьба Крыма скорее всего Крым будет возвращен Украине потому что Трамп неоднократно заявлял что Крым принадлежит Украине и кстати несмотря на то что заявляет украинская пресса и уже не говоря о российской прессе Трамп сказал что все оккупированные территории должны быть возвращены Украине он это сказал совершенно неоднозначно поверьте мне дальше второй если президент Путин не согласен с отведением войск на другую на предвоенную позицию президент Байден не будет давать никаких денег Украине но он даст Украине достаточно оружия для того чтобы немедленно восстановить этот предвоенный территориальный вопрос причем будут дано будет дано оружие не снаряды которых не хватает на обеих сторонах и в том числе поставки Северной Кореи снарядов России превысили поставки снарядов со стороны Соединенных Штатов будут даны истребители Ф-16 практически в неограниченном количестве и будут даны атакамсы с дальним уровнем действия тоже в неограниченном количестве которые у нас имеются единственная проблема которая имеется сейчас у Соединенных Штатов это обычные снаряды но они будут заменены атакамсами и в случае если Путин не согласен на освобождение территорий украинцы будут снабжены всем необходимым по программе ленд-лиза которая уже была утверждена конгрессом что он скажет Зеленскому Зеленскому он скажет вы сейчас про Трампа говорите да про Трампа потому что у Байдена никакого плана нет план Байдена называется продолжить кровопролитие до тех пор как Украина и Россия будут максимально ослаблять друг друга потому что не скрою от вас но многие европейские политики не чувствуют себя комфортабельно с существованием в центре Украины в центре Европы сильного абсолютно мобилизованного украинской абсолютно мобилизованной и сильной украинской армии в первую очередь это относится к Германии и к Венгрии очень много сразу спорных тезисов Леонид вы набросили сейчас на вентилятор честно скажу но если позвольте я сейчас я побуду сейчас знаете как скептиком скептиком не критиком а скептиком значит что мне здесь видится мне видится что опытный политик Джо Байден поддерживал и поддерживает Украину в рамках тех возможностей которые имеются у Соединенных Штатов Америки и у союзников из блока НАТО но с гарантией того что между блоком НАТО и Российской Федерацией не начнется ядерной войны то есть максимально оказана поддержка Украине но при этом ни разу не не было ситуации когда мир понимал что он вот сейчас там завтра проснется и ракеты из шахт и подводных лодок полетят уничтожать Москву и Вашингтон то есть этого не было и можно считать что Джо Байден здесь плыл между Сциллой и Харибдой при этом максимально поддерживая Украину с желанием Украины сохранить полностью весь свой суверенитет и целостность границ вот теперь уже как бы в первой части я позволял себе юморить здесь уже это уже как бы это уже не смешно потому что это касается судеб огромного количества людей и это страшная война господин Трамп в ходе дебатов сказал что чуть ли там не за один день у него есть рецепт как прекратить войну и так далее значит ну давайте посмотреть теперь правде в глаза по поводу ситуации с Путиным и ситуации вот как вы говорите там с освобождением Крыма для Владимира Путина для диктатора Путина потерять Крым это автоматически потерять свою позицию в истории как там Владимир Путин царь-завоеватель при котором территория прирастает это обнулить полностью все то есть сначала захватить аннексировать территорию путем очень хитрой спецоперации почти бескровной и манипуляции с Крымом потом начать развязать вот эту историю на востоке Украины кстати Крым был отдан во время Байдена поста вице-президента ну вам да я бы я бы не сказал что он был кем-то отдан здесь в данном случае это была такая очень серьезная спецоперация многоходовая и никто никто не ожидал от Путина этого что если бы ожидали наверное подготовились бы все было бы иначе ну тем не менее поэтому история что там Путин вдруг заберет огромное количество российских паспортов и граждан ему будет сделано предложение от которого он не сможет отказаться ну в данном случае как бы он уже считает Крым неотъемлемой частью России он вписал это все в конституции и он уже не в состоянии будет ничего отмотать в обратную сторону по крайней мере пока он жив я не верю в то что Путин он скорее нажмет на ядерные кнопки и полетят ракеты чем отдаст Крым это мое мнение но сейчас я дальше проматываю пленку значит соответственно так называемые ЛНР и ДНР это Луганская и Донецкая область Украины безусловно Украины которые сейчас оккупированы и которые тоже уже по конституции Российской Федерации присоединены есть еще две две области о которых идет речь Запорожская и по-моему Херсонская да? Херсонская и Запорожская и они требуют отдать Херсон это было в первом заявлении Путина так называемом предложении о переговорах да и тут господин Трамп говорит да я за один день прекращу боевые действия для Путина сегодня возможно прекратить боевые действия потому что он уже такое количество территории Украины захватил больше 20% территории государства если взять Крым и Луганскую и Донецкую области еще и часть Запорожской часть Херсонской то есть для Путина сегодня вот этот звонок давайте все заморозим проведем линию где кто остался это значит он уже вторгся они поэтому сейчас до выборов и продвигаются пытаются из последних сил продвигаться как можно глубже потому что в его понимании вот куда он дойдет где он колышки эти вобьет как на Аляске во время золотой лихорадки золотые искатели да золотые искатели там и будет но другая ситуация господин Зеленский и ВСУ и украинцы я не вижу чтобы варианта чтобы сегодняшний командующий ВСУ или сегодняшний там главнокомандующий украинскими силами президент Украины Владимир Зеленский чтобы он взял в один момент и сказал а да конечно господин Трамп конечно прилетаете все мы останавливаемся мы забываем но невозможно представить чтобы украинцы которые сейчас никто этого не ожидает Трамп сказал все территории будут возвращены поверьте мне я слушал прямое прямое выступление на одном из ралли его задали вопрос если позвольте Леонид я только буквально минуту и закончу и дам вам возможность конечно парировать мне ответить у нас с вами такие сегодня извините простите меня за эти дебаты в праздничные для вас Владимир мы не должны быть одинаково мнение да я просто очень много молчал в последнее время на эту тему а с вами я могу с вами я могу поговорить и высказать свои опасения я не вижу никакого повода для оптимизма в этой ситуации я не вижу каким образом господин Трамп способен прекратить войну вмешаться прекратить войну и помочь Украине вернуть территории я вижу я скептично на это смотрю я скорее могу понять что он может задавить Украину и господина Зеленского морально тем что мы иначе вас вообще не будем поддерживать и отойдем если то есть соглашайтесь на то что соглашайтесь на то что есть этого не произойдет потому что освободить территории Украины я не я я понимаю одно что если пойти на поводу Владимира Путина и согласиться на условно нейтральный статус Украины это значит это разоружение Украины и это значит в любой момент когда в очередной раз где-то запад они спокойно зайдут и заберут все с Киевом до границ и никто не сможет оказывать сопротивление потому что она будет нейтрально у нее не будет армии будет только полиция там это ничего не произойдет это было оговорено все а нам осталось подождать всего лишь до ноября месяца ну ноября-декабря то есть вы считаете что в случае победы господина Трампа война может быть прекращена Украина может быть усилена таким образом что она вернет свои территории без любых без любых денежных транзакций будет предоставлено по лендизу огромное количество вооружения кроме того на сайте на сайте который у нас есть где военные обсуждают с военной точки зрения уже есть голоса людей которые примерно знают о том кто будет будущим начальником комитета штабов и военным министром в кабинете Трампа и это люди достаточно решительные я еще раз подчеркиваю просто чтобы сегодня такую как бы не точку поставить но запятую в этой нашей дискуссии она у нас с вами продолжается с прошлого года и в нашем уважительном диалоге без оскорблений и с взаимным уважением я здесь позволю сохранить свой скепсис я к сожалению да сегодня 4 июля 2024 года потом можно будет там в ноябре в декабре сделать такой предрождественский большой стрим и мы с вами вспомним этот разговор я конечно же чтобы понимали Леонид и чтобы понимали все наши уважаемые зрители и подписчики конечно же я хочу чтобы я был неправ я хочу очень сильно заблуждаться ошибиться я очень хочу чтобы уважаемый мной доктор Леонид Веленский оказался прав и весь этот ужас войны к концу года закончился бы и россияне вернулись бы в Россию а украинцы смогли бы из разных стран вернуться в Украину восстанавливать страну чтобы были какие-то вменяемые там репарации компенсации в общем чтобы этот ужас до конца этого года прекратился а не приобрел еще больше и лютые страшные масштабы но скептично я буквально 30 секунд закончу я боюсь что в случае победы господина Трампа я боюсь что господина Зеленского и Украину возьмут в клещи с двух сторон и он окажется в таких ситуациях в такой ситуации когда он будет вынужден пойти по сути дела на поводу у диктатора Путина и у большого количества его очень влиятельных друзей и в Китае и в Соединенных Штатах я боюсь этого этого не произойдет еще по одной причине о которой я не упоминал есть еще одно мощное оружие более мощное чем мотокамсы это цены на нефть и Трамп сказал что опять так же как было и в прошлое его президентство его первым решением будет снятие всех ограничений на добычу сланцевой нефти и функционирование всех тех месторождений которые были закрыты во время Байдена это приведет к обрушению цен на нефть и лишит Россию самого мощного оружия которое может быть использовано на войне это денег а если не секрет давайте немножко про нефть по какой причине господин Байден и демократы закрыли эти скважины и добычу по соображениям экологической безопасности то есть действую в интересах экологии планеты да а господин дело в том что дело в том что одно из влиятельных крыл крыл крылей крылов крылов крыльев одно из очень влиятельных крыльев демократической партии это крайние а энвайроменталисты и они требуют электроавтомобили запрет от духовок запретить коровам выделять газ перейти на саранчу в качестве питания все такое вот все вот это и поэтому Байден должен был бы это было это сделать ну окей а господин Трамп распечатает сланцевую нефть и все остальное что вредит экологии чтобы это не вредит экологии так ужасно но еще раз а господин Трамп может это распечатать все только если Путин не прекратит войну или он в любом случае хочет этого это будет сделано в любом случае это будет сделано в любом случае потому что это наши бензоколонки более мощное политическое оружие чем наши ракеты ну то есть скажем так в любом случае там отступит Путин или будет продолжать воевать цены на нефть пойдут вниз цены на нефть будут подавлены и санкции будут доведены до реальной реальной реального уровня кроме того Саудовская Арабия вернется к нормальным взаимоотношениям с Соединенными Штатами вы знаете что саудиты пошли на беспрецедентные меры они отказались подписывать продолжать соглашения которые у нас с ними были и это является прямой политикой ответом на прямую поддержку Байденом Ирана вы знаете что Ирану были пожертвованы огромные суммы денег 12 миллиардов что и привело собственно говоря к вспышке на Среднем Востоке ну Израиль это еще одна тема когда в общем то политика Байдена такая же он ограничивает возможности воевать как украинцам так и евреям это как воевать связанными за спиной руками если так скажем так подводя черту к сегодняшнему стриму эфиру дебатом вы считаете основе объективных данных представленных через вот этот сайт где голосуют американцы делают ставки и голосуют долларом вот вы полагаете что большая вероятность что господин трамп придет в белый дом вернется в белый дом на сегодняшний день вот буквально даже и даже если отойти от ссылок на этот сайт на сегодняшний день демократы реально в состоянии бесконтрольной паники я даже не хочу ссылаться на так называемую электоральную карту если сослаться на электоральную карту то трамп контрольное число двести восемьдесят голосов выборщиков на сегодняшний день трамп имеет порядка трехсот двадцати голосов выборщиков по опросам в каждом штате и ведет как минимум шесть поинтс шесть пунктов в ведущих штатах которые являются колеблющими хорошо тогда корот сегодняшние данные буквально сегодня ровно неделя со дня дебата то есть вот эти данные дошли так сказать до зрелости тогда два коротких вопросов в процентном соотношении сколько процентов вы дадите на то что господин байден будет заменен на другое лицо которое будет конкурентом трампу на выборах я думаю что самый желательный вариант для республиканцев это байден остается на своей позиции ну нет в процентном соотношении если можете леонид вот если и ста процентов процентов вероятность вероятность замены байдена на другого кандидата я думаю что порядка восьмидесяти пяти процентов и увеличивается с каждым часом окей четвертого июля мы это просто как бы вашу заявление которые делают телеканалы и пресса просто не было и мне кажется что я существую в каком-то кино кинобоевике да беспрецедентно беспрецедентно никогда такого не было при моей жизни я не помню да я не помню такого чтобы крупнейшие мировые СМИ американские СМИ обращались бы к президенту а что французская СМИ говорят об этом ой это мы еще с вами на два часа уйдем это я предлагаю обсудить в следующей программе просто не откладывать в долгий ящик если позволите тогда меня очень интересует европейская политика я слежу за ней но вы понимаете что вы являетесь большим экспортом по европейской политике чем я потому что я не читаю французских газет я не соглашусь с вами я не считаю себя экспертом в европейской политике я лишь считаю что коротко скажу у нас нету здесь ощущения что у нас вот мы плывем на большом лайнере красивом где соблюдается права человека в большинстве случаев вот и как правило когда идут перевыборы капитанов речь идет скорее про то что что мы будем есть всей европы на десерт это будет шоколадный пирог или яблочный вот дебаты и мы будем брать пипси колу или кока-колу или кока-колу лайт вот это то есть как бы по крайней мере до сегодняшнего дня все выборы происходили как бы то есть корабль он может быть отклоняется от курса на градус вправо конечно же риск того что Джордан Борделло станет премьер-министром и вот это вот абсолютно непонятное мне решение президента Макрона распустить парламент и назначить перевыборы при том что у него были сильные позиции я не понимаю до конца то есть видимо план настолько хорош насколько я глуп вот или наоборот но я не могу понять этого плана мы с вами абсолютно на одинаковой позиции да то есть ну может быть когда мы отступаем мы наступаем и возможно так было нужно всех напугать французов чтобы потом я не могу понять эту логику и что это было что это было вообще вот я например не понимаю но есть общее понимание нам здесь на атлантическом побережье что при выборах старпома значит скорее всего сохранятся две опции там яблочный пирог и шоколадный торт вот и мы будем все выбирать вот то есть а еще мы узнаем результаты выборов в Англии сегодня да вот но как бы мне видится что это отклонение может быть на два на три градуса но в целом большая часть людей здравомыслящих и не допустит какого-то там крена или атаки айсберга в лоб посуда в ресторанах Титаника не будет побита я надеюсь даже не Титаника там и там карак лайнера да лайнера Европа вот с французским корпусом значит где-то ну второй вопрос в процентном соотношении доктор Веленский как оценивает в процентном соотношении возврат господина Трампа в Белый дом в качестве уже конечно же следующего президента процентное соотношение я думаю реалистичные оценки 80-85 процентов я могу сказать что я согласен с вами Леонид и в первом процентном в вашей оценке того что господин Байден может быть заменен и в не согласен лишь в оценке в оптимистичной оценке того как это может отразиться в ситуации с Украиной я считаю что ситуация может резко ухудшиться и я очень сильно в целом переживаю потому что ну и так Путин одержал сокрушительную победу над оппозиции над всеми нами выдавил нас в разные страны некоторых из нас уже уже убил некоторых убьет в ближайшем будущем вот то есть у нас ситуация в этой части конечно нам не до смеха а вот это очень и допустить что еще и в Украине он продемонстрирует что он может все что угодно и его еще и поддержат мировые политики это будет конечно большой удар по всем нам может быть даже фатальный для большей части из нас и я смотрю в будущее с тревогой честно вам скажу и при том что вы считаете что это будет благом и для Соединенных Штатов и для Украины я до конца не верю в то что это будет благом для США и уж точно считаю что реализация этих в моем в моей оценке пессимистичных прогнозов принесет что-то хорошее украинцам и тем кто Украина поддерживает ну поскольку цивилизованные люди это никак не повлияет на наши отношения нет нет я надеюсь это даже не повлияет на наши отношения с господином Табахом и надеюсь мы на троих как-нибудь поговорим мне будет интересно побыть в роли не знаю там Тузика которого там с двух сторон грелками я думаю что основная схватка будет между мной господином Табахом да да то есть как 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 в дебатах подрались два трамписта нет но я буду делать все возможное я буду модерировать чтобы драки не произошло потому что все таки если произойдет что-то с доктором то кто же будет нас всех там потом лечить понятно вот ну и если говорить серьезно да наши последние беседы с Гарри были значительно более цивилизованными чем первая я я вам честно скажу и вам и нашим уважаемым подписчикам и зрителям что именно так я и планировал нашу первую с ним беседу как как последнюю я был в культурологическом шоке от того что происходило но я просто понимаю что видимо перед этим был какой-то негативный опыт у Гарри Табаха и когда я ему предложил он воспринимал это как некую ловушку выкопанную какими-то вымышленными демократами из каких-то фондов которые вымышленно меня поддерживают вот но досталось мне по полной вот это было не вымышленно и я не ожидал вот потому что я на самом деле к нему и к его жизненному пути отношусь очень тепло вот но в общем все хорошо что хорошо заканчивается вот да и youtube было бы не ютубом если бы периодически иногда бы искры бы не летели кому было интересно нас бы смотреть если бы мы все друг другу говорили халва халва Леонид я у вас и так сегодня час тридцать пять забрал для канала ГУЛАГУНЕТ а у вас еще впереди все-таки там впереди вечер да пока еще день у нас уже здесь вечер там закат я на террасе вижу как последние самолеты заходят на посадку с туристами завтра у нас плюс 30 в общем хорошего вам праздника и самые добрые пожелания вам и всем американцам и я очень надеюсь что и в Америке все будет к лучшему и вот этот политический кризис чтобы он был во благо а не в минус Америке и конечно я очень сильно буду надеяться что американцы и американские политики не бросят Украину в сложной жизненной ситуации и в общем как-то все будет позитивно я уверен что все будет позитивно я благодарю вас за нашу сегодняшнюю очень интересную беседу еще раз поздравляю миллионера осечкина так звучит ничего ой ой как это как это да как это приятно прозвучало это конечно не соответствует действительности но но прозвучало это очень очень приятно хотя бы на секунду хотя бы на секунду я побыл миллионером что мне хочется пожелать всем вам уважаемые зрители и подписчики каналов ГУЛАГУНЕТ и канала доктора Леонида Веленского который называется Диагноз доктора Веленского хочу всем пожелать позитива и несмотря на то что происходит политический шторм и иногда мы все друг друга так мы можем можно пощипать сами себя чтобы значит что это реальность что это все не дурной сон это все не дурной сон но у вас есть Владимир Осечкин и Леонид Веленский у нас есть с вами YouTube у нас есть возможность из разных стран объединяться для того чтобы обсуждать самое интересное дискутировать при этом сохраняя взаимоуважение и самоуважение что на самом деле немаловажно в наше время вот поэтому будем продолжать и следите пожалуйста за обновлениями чтобы не упускать наших интересных бесед и дискуссий подписывайтесь сразу на оба канала и конечно же комментируйте спорьте дискутируйте но при этом будьте взаимовежливы самые добрые всем пожелания всем мирного неба над головой и я очень надеюсь что концу года в мире станет больше мира и меньше войн и смертей и всем здоровья это наверное самое важное пожелание спасибо большое вам леонид и спасибо всем кто нас сейчас смотрел на этом мы ограничиваемся завершаем ставим запятую но не точку и я с огромным удовольствием вас приглашаю на следующий эфир темы выберем подберем леонид выбор тем за вами я думаю что у нас будут новые события обсудить в ближайшее время да о да о да мы продолжаем быть добру а гулагу и войне в двадцать первом веке конечно же нет с вами были Владимир Осечкин и наш уважаемый доктор Леонид Веленский спасибо всем за внимание до новых встреч друзья пока